Хорошо, значит, Малек, мы сказали, против связи с Иерусалимом. Значит, то есть, у него война с Творцом, да, значит, говорится о Шему-Хаду Шмо-Хад, в какой-то момент будет, да, будет, да, я, баю могу, я о Шему-Хаду Шмо-Хад, да, Творец единый, имя его единства, едино. Значит, Раша на эту тему говорит, что трон, то есть, имя Шмо, да, это трон, как бы, Творца, трон не цел и имя не цело, пока не стерта память Малек. То есть, Раша нам объясняет, что вот эта целостность Творца, целостность восприятия Творца, если угодно, да, она напрямую связана с уничтожением Малека, потому что Малек мешает, мешает целостному восприятию Творца, он с этим воюет, да. Ну, сомнения, которые не останутся в мире и будут восстариться верой в единого Бога во всем мире. Да, именно так, именно так, да, Малек по гематрии Софек, да, сомнения, да, действительно так. Значит, где мы видим, что действительно Малек против связи с Иерусалимом? Говорится, что он напал на нас по дороге, да, в пустыне, говорится, в Бадерах, да, на Шеркарха Бадерах. Значит, и комментируют комментаторы по дороге в Иерусалим. То есть по дороге народа Израиля в землю Израиля, да, в Иерусалим, переносно, в духовном смысле, да, по дороге в Иерусалим, он нападает. Ну, соответственно, у нас есть там католицизм, который из-под полы там пытается как-то действовать там, да, и так далее. Вот, значит, я позволю себе некоторое каббалистическое отступление. Есть такой пасук, собственно, когда происходит война с Малеком, да, то говорится, ибо рука на троне Творца война у Всевышнего с Малеком во всех поколениях. Значит, есть тут некий такой каббалистический комментарий. Значит, тут в этом пасуке есть две странности. Во-первых, написано «Киядаль Кес», «Кес» — это трон, да, обычно пишут «Кесе», то есть полное слово — это «Кесе». Здесь написано «Кес», то есть отсутствует «Алиф». «Алиф» — это буква «единство», да, один, по гематрии. Это буква «единство», буква «единого», да, то есть не хватает «единства», да. И написано «Кес» — «Я» — «Юдхэй», да. Спрашивается, почему «Юдхэй»? Есть же четырех букв на имя, да, «Юдхэй» — «Авкэй». А здесь только первые две буквы. И объясняют, что Малек, он стер две остальные буквы, да, то есть в тот момент, когда Малек напал на Израиль, он хотел стереть имя Творца вообще. Но вышел Яшуа, воевал с ним, и сказано, что он его ослабил, да, «Воихалеш» — «Яшуа» — это Малек, «Лефихаров» — да, мечом. Спрашивается, почему он его не уничтожил целиком, почему он его только ослабил? Потому что по прямому приказу свыше. Творец сказал по комментариям, ну, это учится, так сказать, из псу-ката, что не трогай его, не уничтожай его до конца. Почему? Потому что Малек нужен Творцу для того, чтобы продвигать историю. То бишь нам намекают, что без Малека мы стоим на месте и не движемся вперед. Поэтому приходится задействовать Малека, чтобы мы шли к нашему предназначению. Ситуация с газом, в чистом виде. Начал проигрывать в этой ванне, почему ты что-то будешь делать с именем твоим. И моих имитаторы говорят, что, мол, если победят нас, то ты фактически уронишь свое имя Всевышнему. И Всевышний дает силу, и шо, теперь мне понятно, что ты что-то будешь делать со своим именем, если меня победят. Да, да. Вот, значит, тут как бы такая штука получается, что он, этот Малек, он стер вот этот Алиф с трона Творца, и поэтому Раша говорит, что трон не полон, не цел, так сказать, пока память об Малеке еще есть. И кроме того, он стер две буквы. Ну, соответственно, значит, комментарии на эту тему, есть всякие каббалистические, что эти две буквы означают, что означают первые две буквы имени Творца, а что, значит, последние. Я не буду сейчас в это вдаваться, я только скажу, что из-за того, что две буквы есть, мы сумели захватить половину Иерусалима. А, значит, вторую половину пока не сумели, потому что еще пока не разбили Амалек. Вот когда разобьем, тогда сумеем, значит, захватить... Восстановится, если мы... Восстановится, конечно, восстановится, но все же, все можно восстановить. Ген, а если вы же не нужно на Малеке продвигаете, это какой будет история? Когда машина, это уже все, это конец времен, конец истории, все, да. Да, конечно. Когда мы захотим, вот скажем... Вот, значит, теперь еще добавка такая, что вот этот вот ЮДГЕЙ, да, вот эти буквы, значит, должно быть ЮДКЕЙ, ВАВКЕЙ, да? Да. Значит, вот ВАВКЕЙ, которого не хватает, это гематрия 11, да, ВАВ это 6, и ГЕЙ это 5. Итого 11. То есть Амалек сумел стереть 11 из имени Всевышнего. Значит, в книге Дворим, второй посолок, значит, говорится, там начинается с того, что и говорил, Моше, значит, в степях, там не помню что, значит, всему народу, да, вот он рассказывает эту книгу Дворим. И там говорится, в 11 днях от Хорева через гору Сеир до Кадеш-Барнея. И комментаторы задают вопрос, а какое нам дело, сколько дней там идти, так сказать? Ну, хорошо, они когда-то там шли на каких-то там наслах ехали, не знаю что, сегодня технологии изменились. Раньше они шли 11 дней, сегодня мы будем, может быть, ехать там 2 часа, я не знаю, какая разница, как бы, Тура, она же вечная, зачем нам знать, что там 11 дней, да? И вот объясняют, что дорога проходит от Хорева, Хорев это гора Синай, да, через гору Сеир, то есть владение Исава, да, до Кадеш-Барнея, и, так сказать, это занимает 11 дней, то есть переходов вот этих 11, да? То есть Барнея это граница с Израилем. Да, да, то есть иными словами, а почему через Исава? Потому что Амалек это же внук Исава. Соответственно, вот это число 11, да, оно связано каким-то образом с Исавом и с Амалеком. И Амалек сумел стереть вот это вот число 11 из имени Творца. Значит, соответственно, тут есть некий такой намек, как бы, да, что это за 11. Значит, объясняется так, что есть 10 народов, которые нам обещаны, так сказать, земля, да? Есть 7 народов в земле Хананской. Есть еще 3 народа, которые в Зайордании живут, да? Значит, когда-то там в начале они назывались Кени, Князи и Кадмуни. А в дальнейшем вместо них там появились Муав, Амон и Эдом. Это Раша объясняет. Значит, получается, что есть 7 народов вот в Эрд-Сесраиле до Иордана, как бы, да, как понятно, они соответствуют этим семье Идот, Сверот. И есть, соответственно, 3 народа, которые за Иорданом, которые соответствуют Хабаду, так сказать, Мухине, да, 3-м Сверот, так сказать, уровня головы. И это 10. Итого 10. Спрашивается, есть еще один? 11-й. Медьян. Нет. В Эрсесраиле имеется в виду. Кто еще? Просто через Медьян все остальные семьи. Мерд-Сесраиле. Да. Как же это русское подворье, которое... Плештим, конечно, Плештим. Плештим, который... А Плештим не входили в Тесен? Нет. Нет, еще-то не было. То есть, Плештим, это 11-й народ. Теперь, где они жили? Плештим, это 11-й. Нет. Это жили в Ашкелоне. В Ашкелоне, где еще? В Газе. В Газе, естественно. Конечно, в Газе. Газа. А что до Ашкелоне? Вот это мне не очень нравится. Нет, мы... Когда они кричат, мы палестинцы, мы решим, такого народа нет. А на самом деле есть. Получается, что есть. Так, ребята, кто кому брет? Нет, ну так вот, если в духовном плане есть реализация. Нет, если вообще говорить, так они не имеют отношения к Ишмаэлю тоже. Вообще-то, это не народ. Кто? Нет, вопрос. Если мы его называем народом, так ребята, так это народ. Если это не народ, так это бандиты. Я сейчас говорю про Плештим, про тогдашних, да? Значит, надо понимать, что сектор Газа, да? Эти Плештим там жили всегда, более-менее. От начала... Если времени не было никаких проблем, это было Большое Царство. Как не было? Как не было? Воевали все время с ним? То что? А, мы воевали. Вся территория Газа, это была достаточно цветущая часть Юдейского Царства. Газа. Какого царства? Иудейского. Нет, да, Иудейского Царства уже не было. Значит, смотри. Вначале мы не пошли через дорогу Плештим, потому что она слишком короткая. Сказано в Туре. Не поверьте вы, что дорогу Плештим. Почему? Потому что мы еще не готовы. Зачем нам знать, как мы не пошли? Мало ли, как мы не пошли. Не так мы не пошли. Там же есть еще история про Эфрайма, который вышел ранее. Да, совершенно верно. И погиб там. Совершенно верно. Совершенно верно. Значит, но нам говорили, что... Он погиб по дороге. Не, не, он погиб в Газе. И в Газе. Он погиб в Газе. И там его кости. И чтобы не пугать тех людей, мы не пошли. Коля на Эфрайма вышли раньше. Коля на Эфрайма вышли за 30 лет раньше. Да, и пошли через Газу. И погибли там. Они дошли. Дошли, да. И зашли. Но они погибли все. Короче, смысл в том, что вот этот кусок земли Израиля, это часть колена Иуды. Наследие Иуды. Он никогда не был нашим целиком. То есть Давид захватил в какой-то... То есть вначале почему мы с ними не воевали? Это известно. Хорошо. Вышли из Египта. Мы были не в том состоянии, поэтому Всевышний нас не повел. А повел нас вокруг. Хорошо. Дальше. Яшуа захватил. Захватил землю. Почему Яшуа не захватил этих Плештин? Потому что был завет Врама. Врам заключил завет с Эвимелохом, который церковь Плештин. И с тех пор этот завет евреи чтили святым? Пока до Иусалима захватили. До времени захватывали. До времени Давида. Значит, дальше пришел другой народ, Кавтурим, который почитал этих Плештин. И уже после этого захватили, потому что уже не было обязательств. А, то есть тех Плештин почитал. Ну, все, я уж покажу. Как бы да. Теперь. Эти и депуте. Не, расширяется нет. Но корень духовный, возможно, не будет. Но духовный корень есть. Духовный корень есть. Они сами на себя его взяли. Когда они сказали, мы палестинцы, они сами взяли на себя этот корень. Но выясняется, послушайте, выясняется, что даже во время Давида, даже во время Давида, они там продолжали жить. То есть вроде как бы их победили с точки зрения политической. Но выгнать их так и не выгнать. То есть они все равно там как-то гнездились. Окей? Вот. То есть это не случайно. Это как бы конец истории, да, так сказать. Вот захват газа. Это не случайно. Именно они-то и дали имя. Да, конечно. Именно они дали имя на все это время. Все имя голубые. То есть я к тому хочу сказать, что то, что сейчас... Имя-то и Римляне выкопали это имя из истории. Оно уже не существовало в этом времени. Но это факт. Нет случайно ничего. Римляне назвали так. Но фактом является, что именно Плестим дали имя всей этой территории. Это же факт. Ну не они дали имя, но это... Римляне дали на основе. Это не имеет никакого значения. Нет ничего случайного. Смотри, Ирис, но в любом случае это имя не являлось их самоназванием. Это ивритское название этого народа. Это не их самоназвание. Ну, наверное, да. Плестим это грабители. Плестим это грабители. Да, захватят евреи. То есть это даже не самоназвание их. Хорошо, последний дайв. Значит... Да, полно? На улице замечательный воздух. Можно было бы открыть. На вас просто не доходится. Нет, сюда дует сильно. Я могу просто... Вообще не было высокотехнологичное адвокс. Железо ковалось у них. Да? Да. Нет, у них там много чего было. Ну, не суть. Короче, что я хочу сказать. Что то, что происходит сейчас в Газе, у них есть некоторый аспект... Я там аккуратно пытаюсь сформулировать. Это у них есть некоторый аспект амалека. Потому что вот это 11 число, оно сочетается с амалеком. То есть, как бы мы... При том, что мы говорим, что амалек сегодня это Иран, четко совершенно. Да. Но они, как бы, вот слуха его, не знаю, они несут какой-то аспект вот этого амалека тоже. Понимаете? Если ты понимаешь, вообще-то говоря, есть такая интересная штука, территория, которая части Эра Цестраэль обладают сами по себе разным характером. И поэтому, независимо от того, кто живет на территории, он получает этот посыл и начинает действовать соответственно. Шаврон имеет свой характер, Галилия имеет свой характер, Иудой имеет свой характер, Газа свой. И поэтому, если там живет другой аспект, он выполняет эту штуку. То есть, она этим говорит, Равтимович... Потому что Аза сама по себе, она есть. Даже имя Аза. Да, да, да. А вот ваша струкляция на тему Гематрия. Аза, Гематрия 81, если убрать к душу 70, то останется. Ну, красиво. Значит, есть другой, более простой путь. Говорит Сашем Оз Лямуэйтэн. Всевышний стилу народу своему даст. Оз – это корень Аза. Аза, да. Сверя, правда. Ну, хорошо, ладно. Значит, это мы обсудили. Значит, дальше пошли. Давайте посмотрим. Азмалия – это только Аза и Иран, а, например, я не знаю, Сирия или Амалию? Нет, Сирия или Амалию? Сирия или Амалию? Сирия или Амалию? Является ли фарс Амалиюм? Это вопрос. Является ли фарс Амалиюм? Это вопрос. Спасибо.